Корона короной, но лечение других недугов на её фоне никто не отменял. Несмотря на бушующую вокруг пандемию, Фатима Садыкова вот уже 10 дней проходит лечение в дневном стационаре «Иконхалка». У женщины барахлит сердце, часто скачет давление. Поэтому раз в три месяца она проходит тут процедуры, необходимые для поддержания организма в тонусе. Конечно, с соблюдением всех антиковидных мер. У меня часто поднимается давление. И в связи с этим назначили мне курс лечения в течение 10 дней. Прохожу дневной стационаре, лечусь пока. Сегодня девятый день. Спасибо медсестрам. Без маски нам и не разрешают тут находиться. Маски и спиртом обрабатываем руки. В амбулатории аула не бывает пусто. В основном для консультации с врачом сюда приходит старшее поколение. Пациентов принимают терапевт и педиатр. Есть гинекологический кабинет и, конечно же, прививочная. Словом, всё необходимое для оказания помощи. Терапевтов, конечно, у нас не хватает. Не только у нас, как бы и по всей республике. Эта проблема есть. Но мы все как-то сплочённо стараемся оказывать первичную помощь, то есть амбулаторное звено. У нас прививки проводятся ежедневно. Приходят достаточно очень хорошо. То есть бывают с семьями, коллективно, школы, сады. И скажу, что большая часть нашего населения практически все привиты. Особенно 65+. Плюс мы стараемся акцентировать на взрослые поколения наши, и прививаются очень хорошо. Конечно, санопиднормы соблюдаются на каждом приёме. Обязательная дезинфекция помещений, масочный режим – всё это уже давно неотъемлемая часть работы медиков. Нередко врачи выезжают к больным на дом, тоже соблюдая все нормы безопасности. Ведь им приходится сталкиваться с теми, у кого налицо все симптомы коронавируса. У нас есть проводной телефон. Пациент обычно как? То есть, естественно, с температурой мы выезжаем на дом. Таким пациентам желательно ограничить контакт с посторонними. Ну и даже ограничить, то есть изолироваться. И мы выезжаем, соответственно, вызов на дом обслуживаем. Ну и дальше постепенно, как мы наблюдаемы. Словом, открытие подобных амбулаторий в населённых пунктах республики уже даёт свои плоды. И теперь оперативную медицинскую помощь могут получить жители даже самых отдалённых аулов.